Здравствуйте, дорогие зрители нашего канала Годуновский Бройлер. Значит, тему про комбикорм продолжаем. Сегодня будет две темы. Это шуйский комбикорм и тоснинский комбикорм. По нему будут уточнения и новости. И поговорим еще раз о премикорме. Вот такое небольшое видео будет. Или большое. Посмотрим. Первым мы рассмотрим с вами шуйский комбикорм. Это новый комбикорм. Мы его не представляли. О, агроэксперт. У него, значит, компания называется. Я покажу вам, как выглядит его официальный сайт. Очень интересно. И мы с вами посмотрим переписочку. Ну и, конечно, паспорта. Качество, которое нам прислали на комбикорм шуйский. Общаясь с компанией шуйский комбикорм, мы общались со Светланой Чукановой. Вот. Она нам написала, соответственно, наш запрос. Сообщение, что добрый день, Елена. На данный момент в розничном ассортименте наше предприятие предлагает на рынке комбикормов для бройлеров и индейки в двух ценовых линейках «Сытный премиум» и «Сытный про». Во вложение удостоверения качества на данные комбикорма. Спасибо ей огромное. Антибиотиков в составе комбикормов нет. Коксодиостатик есть. Кок-ци-сан. Вводится в корма «Сытый про» ПК-5. Это единственный комбикорм у них по линейкам, который содержит единственный лекарственный препарат. Это коксодиостатик «Кок-ци-сан». На стадии финиша «Кок-ци-сан» не используется с целью избежания накапливания его в мясе. Чуть подробнее посмотрим, что такое препарат «Кок-ци-сан». Вот его описание с сайта «Витторг». 12-процентный. Там 120 мг на грамм идет ионафорного антибиотика салиномицина натрия. То есть нам, производитель комбикорма, хочу вам заметить, сказал, что антибиотика нет. Но коксодиостатик «Кок-ци-сан». Так вот, коксодиостатик «Кок-ци-сан» является основное лечащее вещество как раз ионафорный антибиотик салиномицина натрия. Я, конечно, не фармацевт, и могу что-то тут не понимать. Но по вот этому описанию получается, что, в общем, это как раз тоже слияние двух действующих веществ. Это антибиотика и коксодиостатика. То есть это полиэфирный ионафорный антибиотик, который действует на коксидий. Его действие тут описано. Добавляют его действительно полкилограмма на тонну. Но что еще впечатлило, так скажем, что нельзя применять кокси-сан за 7 суток до и после приема теомулина. Теомулин – это средство. Вот здесь я ссылочку вам в углу дам. Которое предназначено, в частности, куром и индейком с лечебной и профилактической целью при мекоплазменных инфекциях. Но я, насколько понимаю, это мекоплазмоз. Значит, теомулином лечится от мекоплазмоза, а вместе с этим кормом, в который добавлен кокси-сан 12,3%, применять его нельзя. Но это как оговорка. Кстати, к моменту о том, что несколько лечебных препаратов, как следует, не почитавшие, ни в коем случае нельзя объединять, потому что это может привести к печальному итогу. Если 7 дней еще до и 7 после, то есть, значит, есть какая-то остаточная реакция организма птицы. Так, нельзя применять куром-несушкам, индюкам, лошадям, беременным животным и животным в период лактации. То есть, средство не очень сильно легкое, я бы сказала. От него кони дохнут. Вот видите. Но, видимо, действует очень позитивно на птицу, раз его производитель решил добавить в свой ПК-5. Но, если захотите, вы можете сами поискать источники, описывающие этот препарат. Если захотите, остановите страничку, почитайте чуть подробнее. Надеюсь, все будет видно. Хорошо. Значит, посмотрим дальше переписку. Уточните, пожалуйста, в кормах премиксы вашего производства или сторонних производителей, и есть ли в составе этих премиксов антибиотик и кацидиостатик. Не увидела во вкладке качество удостоверения на премикс. Пришлите, пожалуйста. Снова запрашиваем премикс, но его обычно не присылают, конечно, но здесь есть комментарий к этому моменту. Наш завод производит комбикорма. Все сырье закупается и проходит строгий лабораторный контроль на соответствие всех качественных показателей. Состав премикса указан в качественных удостоверениях. Обратите внимание на вторую колонку таблицы. Дополнительно введено витаминов и микроэлементов в 1 кг корма. Это и есть состав премикса. То есть все витамины они вводят через премикс. Понятно? Все хорошо. Но вы понимаете, что мы на этом остановиться не могли никак. И пришлось еще раз прямо-прямо спросить, в премиксе есть антибиотик или нет. И уважаемая женщина, девушка, сотрудник Светлана, значит, нам ответила, что нет. Ни антибиотиков, антибиотиков ни в составе премикс, ни в составе корма нет. Светлана, спасибо вам огромное. Вы нам прислали все паспорта качества, которые мы сейчас посмотрим с вами. В отличие от Истры и Марккорма, которые, кстати, сказать, до сих пор так и не ответили на запросы и с просьбой предоставить их паспорта качества на товар. Комбикорм Сытный Премиум Бройлер Старт предназначен для цыплят от 1 до 3 недель. На сайте это четко все тоже указано и прописано. В принципе, как и всегда, рекомендация. Следующий паспорт качества это ПК-6, рост серии Премиум. И здесь тоже прописан тот же премикс, указан. Его расшифровка, кроме витаминов, в нем ничего больше не указано. И, внимание, внизу тоже самое. Нас привлекает акцент на учет возраста животного. После 4 недель, с 4 недель и старше, рекомендуется комбикорм рост использовать. Следующая линейка это линейка ПРО. Значит, ПК-5 ПРО для Бройлера это Старт. Как раз в нем и указан КАК-ЦИ. КАК-ЦИ-САН. И последний паспорт качества, который я хочу вам показать, это на ПК-6. Это серии ПРО, Сытный ПРО. Это Бройлер Рост. Тоже премикс и тоже указание о важности кормления с учетом возраста животного. Вот так вот. Вот такие паспорта качества нам прислал Агроэксперт. Большое им спасибо. В общем, все четко и понятно. Мы его включим в свою табличку, которую я для вас сделала. И сейчас, значит, я хочу вам ее показать. Оговорюсь сразу, что здесь информация, которую мы смогли в рамках своего расследования для вас выяснить. Но 100% гарантии того, что все это правда, мы, конечно же, дать не можем. Вы знаете источники, из которых мы брали эту информацию. Для вас я ее сложила просто, чтобы вам было удобнее. И все. Это ровно то, что нам заявили производители. Или прислав паспорта качества, или словесно в переписке с нами по почте. Вот смотрите, пожалуйста. Берите, кому нужно. У нас еще появился один момент важный, который мы не могли вам никак не рассказать или рассказать позже. Все дело в том, что в прошлом видео мы с вами косвенно коснулись Тоснинского комбикормового завода. Нам прислали паспорта качества во вложении. И аж начальник отдела продаж, кандидат ветеринарных наук Игорь Владимирович, значит, утверждал нам, что у них нет антибиотиков. Сейчас я посмотрю, где это. Александр, добрый день. Наши корма для фермеров лекарства не вводятся по умолчанию. Только антиоксиданты, защищающие жиротокисление. Можем предложить изготовление индивидуальных рецептов. Минимальная партия каждого 2 тонны. Срок 3-5 дней. Понятно, да? То есть от 2 тонн мы можем заказать отдельно, чтобы нам там вмешали, что хочешь. Но завод имеет такие ресурсы, чтобы позволить вот такие действия совершать. Отлично. Так, значит, переписка эта с данным начальником отдела продаж, она закончена, в общем-то. И с нами общается с этой почвой, с почтой Тоснинской, другая девушка. Сейчас я вам покажу. Вот, в общем-то, сколько с ней писем в переписках. Если помните, нам предоставили паспорта качества. В общем-то, в них был указан этот премикс. И при выяснении, что находится в премиксе, значит, вот это Елена. Давайте посмотрим вот так. Вот, смотрите. Спасибо, уточните, пожалуйста, в кормах премиксы вашего производства или сторонних производителей. И есть ли в составе этих премиксов антибиотики и коксидиостатики. Значит, это Елена нам ответила, что в ПК-5 только кормовой антибиотик входит в состав. В остальные нет. И мы вам с радостью эту переписку показали. Ну, дальше продолжились вопросы. Какой и сколько на тонну. 8 июля она нам написала, что нужно, значит, зоотехнику позвонить. И, в общем-то, следующее ее письмо, которое уже было сегодня, 9 июля, о том, что она ошиблась, короче. И мы не можем вам этого не сказать. Значит, она нам пишет, что премиксы мы делаем самостоятельно, антибиотик не вводим. Я вас неправильно проинформировала. А мы, в свою очередь, неправильно проинформировали вас. Поэтому Тоснинский комбикормовый завод сообщает нам о том, что у него в премиксах, так же, как, ну, ровно и в комбикормах, не используются антибиотики и кокцидиостатики. То есть лекарственные препараты они в них не вносят. Мы не берем момент того, что, возможно, Елена ошиблась или это какая-то другая причина указания вот именно такого поворота событий. Но мы до вас должны эту информацию донести. Выводы делайте сами. Вот такое уточнение к предыдущему ролику. И я постараюсь сделать ссылку на это видео в том видео, в разговоре о Тоснинском комбикорме. Это будет чуть-чуть погодя, как только мне появится время. Но я обязательно это сделаю. Вот вам еще информация о Тоснинском. Ну и чуть-чуть поговорим сейчас с вами о премикорме. Для большей убедительности своих доказательств я приведу еще несколько свидетельств того, что премикорм в общем содержит антибиотик, но при этом при всем, должна сказать, очень мне понравилось вообще общение с компанией премикорм. Вот так скажу. Для тех, кто к нам вновь присоединился, я оставлю ссылочку вверху экрана о том, что данный комбикорм уже был нами исследован. И о тех выводах, что мы уже пришли по этому комбикорму, вы сможете посмотреть по ссылке на это видео. А теперь для тех, кто в бронепоезде, еще раз попробую показать тоже помедленнее, более конкретно источник нашего убеждения в том, что премикорм ПК-5 содержит антибиотики. И по рекомендации производителя переход на ПК-6 является приоритетным и желательным. А наше личное мнение, что ПК-5 не подходит в данном случае для кормления бролера до забоя. Вот я помедленнее покажу еще доказательства. А вот от начала переписки, значит, происходит оно у нас 28 июня. Пишем, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, производите ли вы комбикорма для бролеров? Как можно узнать полный состав ваших комбикормов? И прекрасный человек Олег Александрович, значит, нам отвечает, что, конечно, производим. Для начала хочет узнать наши поголовья и есть ли вариант для домашнего разведения и промышленного вращения. В общем-то, человек абсолютно четко сказал, как любой другой сотрудник заводов комбикормов, о том, что бывают различные комбикормы. Он хочет выяснить, какой нас интересует в частности. Может, мы 400 тонн закажем, понимаете? Ну, кто его знает? И, значит, смотрим дальше на их переписку. Саша переписывается с Олегом Александровичем, значит. Следующее письмо было снизу, значит, обращение. Здравствуйте. Выращиваем в рамках ЛПХ. Потребность около тонны в месяц интересует комбикорм, который я могу приобрести в розничной сети. Последователем еще разочек. В розничной сети. Понимаете? В розничной. И около тонны – это не объем. Около тонны – это фигня. Конкретно линейка для бролеров и индейки. Человек прислал нам паспорта качества к этим линейкам. Давайте посмотрим, прямо отсюда откроем. Не знаю, наверное, ограничительная рамка не позволит, наверное, увидеть полностью сертификат этот. Но я сейчас попробую что-то сделать с этим моментом. Видно вам полностью его теперь должно быть. Вот кормовой антибиотик. Видите? Вот он как раз, да? Последняя строчка. Написано «добавлен». Для тех, кто знает буквы русского алфавита, это слово «добавлен». Значит, есть. Значит, содержится. Значит, оно туда закинуто. В каком-то количестве. Неважно. Кормовой антибиотик. Вот. Это удостоверение качества, в общем-то. Но мы деликатно попытались сообщить, что, в общем, может быть, наше удостоверение качества чуть свежее и прислано от производителя. Ну вот. На что нам указали, что мы там, ну, не буду повторять, кто при этом. И, значит, сертификатом помахали с сайта очень нами уважаемого и, безусловно, действительно имеющего место на существование. Это сайт. Сейчас вам скажу, где он. Вот. Это прекрасная переписка из сайта, который нам указали. Это агросервер. Очень понятный, уважаемый нами сайт. Вот. И у него на его странице преми-корма, потому что это, в общем-то, торговая площадка, указан сертификат без вот этой строчки, в которой, напомню, в нашем сертификате указан как раз кормовой антибиотик. Видите, какое несовпадение получилось. Но, вы знаете, раньше времени, как бы не обсудив эту тему, непосредственно с Олегом Александровичем, мы не пользуемся преми-кормом. Мы его, к сожалению, наверное, достать, ну, у нас достаточно большое такое расстояние между нами. Ну, будем смотреть, какой там вариант с дилерами обстоит. Но, по факту, мы наименее заинтересованная сторона в этом споре. То есть, и, в общем-то, мы не жилили, просто так получилось. Но, в общем-то, это оказалось не доказательной базой, а чем-то непонятным оказывается. Поэтому мы решили еще один момент учудить. Вот такие мы коварные люди. Короче, я позвонила Олегу Александровичу и спросила. Олег Александрович, правильно я говорю? Да. Олег Александрович, простите, удобно разговаривать? Я просто покупатель вашей продукции. Да, удобно разговаривать. Скажите, пожалуйста, мы с вами общались по письму, по переписке. Ну, это, в общем, не столь важно. Вы прислали мне паспорта качества на продукцию для бройлеров ПК-5, ПК-6, для розничной, которые у вас в розничной продаже. Вот. И, как бы, мы с вами общались, все, и вы мне написали, какой там используется кормовой антибиотик. И он же указан в сертификате. Ну, как бы, все вообще без каких-то вопросов. Но дело в том, что вот есть сервер, агросервер, по-моему, называется. И там сертификат вас выложат без этих препаратов. И вот у меня что-то закралось сомнение. Я правильно поняла, что тот сертификат, который вы мне прислали, в общем, действителен? Как зовут вас, извините? Лена, Лена. Меня зовут Елена. Так, Лена. Извините, пожалуйста, да. Вот у нас в агросервере дело в том, что я создавал эту страничку с нашими старами в том году. Это было в августе месяца. У нас сейчас дело в том, что с Нового года поменялась немножко рецептура. И вот те сертификаты, которые я вам отправлял, они как раз актуальны. Хорошо, что вы сказали. Я обязательно сейчас все еще раз перепроверю и поменяю вот эти вот качественные. Потому что дело в том, что раньше у нас была немножко другая рецептура, вот именно для стартеров. Сейчас мы немножко видоизменили. Добавили вот этот кормовой антибиотик. Потому что, ну, скажем так, некоторые клиенты просили, чтобы вот добавляли его. Потому что птица была очень слабая, и бывало, что падеж был бы. Ну, как бы вот были такие моменты, поэтому стали добавлять его. То есть вот актуальные вот качественные сертификации с сталом, который я вам оставил последний. Олег Александрович, а скажите, пожалуйста, можно я вам вопрос задам? Мне кажется, вы очень опытный человек в этом вопросе. И можете мне подсказать. Кормовой антибиотик, он прямо или косвенно влияет же на рост птицы, правильно, по массе? Ну, тот, который мы используем, он вообще как бы влияет больше именно на вот эти вот микроорганизмы, бактерии вредные. То есть он потом вводится из организма, и продукцию... Ну, он разрешен, да, я читала во всех, в принципе, описаниях. Он разрешен к использованию для птички. Он, видите, дело в том, что добавляется состав всего там, по-моему, 15 тысячных процента. Да, то есть при разрешенной дозировке, если мне не изменяет память, там 2 или 4 процента. То есть он вообще никакого практически влияния не оказывает. Протеин в стартере 22 процента. То есть этого достаточно, чтобы ребенок рот быстро достаточно и при этом хорошо развивался. Я понимаю, что сейчас вот многих, наверное, запугали уже у телевидения, что если видят составе антибиотика, они сразу хватаются за голову и думают, что это потом будет содержаться и мясо, это мы все будем употреблять. Потом, кажется, на нашем иммунитете мы будем болеть. Ну, нет, если бы так все и было, то я бы просто это не писал, и мы бы это не производили. Зачем сами себя представлять-то? Нет, просто антибиотики бывают разные, на самом деле. Бывают вообще же, которые просто птицы колют туда и другие. Да, да, это да. И стимуляторы рот, и что только нет, вы знаете, там, для того, чтобы они росли, там, буквально, там, по килограмму два в день набирали. Но мы таким не занимаемся. Я понимаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Простите, что время отняло. Все, до свидания. Все, до свидания. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok